самочувствие и, как всегда, с молитвой мы приступаем к сложным темам, которые нам следовало бы с вами разобрать. Ни для кого не секрет, что послезавтра у нас праздничный день, седьмой день Песоха, который в Торе отмечен как праздничный, запрещенный для работы. И вот неожиданно этот день вызывает много вопросов, много противоречий, много споров, хотя все на самом деле довольно просто. Спор начинается с того, что в праздник Песох не читают полный аллель, хвалебную песню Всевышнему, которую принято читать в каждый праздник. И вот есть аллель несколько сокращенный, а есть аллель полный, сокращенный аллель, читают в Рош-Ходы, в, так сказать, полупраздничный день, более того, в Суккот каждый день праздника, а их семь, как мы с вами понимаем, читают полный аллель, а в Песох нет. Возникает такое предположение, которое действительно связано с гемарой, связано, но не совсем оправдано, то, что полный аллель не читают, потому что погибли египтяне в седьмой день Песоха. Мы с вами можем легко посмотреть по Торе, что седьмой день Песоха связан с переходом через море и с гибелью египтян. Сыновья Израиля изначально просились на три дня пути, и вот они прошли три дня пути. И дальше по повелению Всевышнего повернули обратно, несколько обратно, для того, чтобы выйти к берегу моря. Соглядатые, которые были сыновьями Израиля, отправились к фараону и сказали, что народ заблудился в пустыне. Фараон погнался за ними, и, как мы понимаем, три дня пути у Соглядатых заняло, может быть, несколько меньше. Они шли обратно. Но в любом случае фараон на колесницах быстро настился на Наве Израиля, и вот седьмой день Песоха связан с чудом на море. В скобках хочется заметить важный момент, который нам следовало бы выучить из всего происходившего, что море раступилось, Всевышний сделал чудо, он спас сыновья Израиля. Но оно раступилось только после того, как Нахшоном и Надав, а за ним и весь народ, пошел в море, проявляя величайшую веру во Всевышнего. И только тогда раступилось море. И хотелось бы, чтобы мы помнили, что любое чудо, у него всегда есть некоторые базы, некоторые основания. Эта база и основания – это наша вера во Всевышнего, наша готовность сделать первый шаг навстречу Нему. Ему без этого не бывает чуда. Еще, может быть, один важный момент в скобках, связанный с этим днем. Мы помним, что Медраж говорит о том, что сыновья Израиля, выйдя на противоположный берег моря, увидели камни, которые были выброшены с колесниц фараона. Они, в общем-то, и не видели изначально, как египтяне гибнут в море. И только увидевши остатки колесниц, камни, они поняли, что египтяне погибли. Но вместо того, чтобы сказать песню Всевышнему за чудесное спасение, они бросились собирать камни. И тут Мирьям запела песню Всевышнему. Тогда, слава Богу, оторвались от камушков драгоценных, разбросанных по берегу моря, и запели песню Всевышнему. Этот момент был очень опасный, потому что, если человек не замечает чуда, если он не может подняться на уровень, в тот момент требовало подняться на пророческий уровень от всего народа, и Мирьям помогла это сделать людям. И то чудо-то, в общем-то, и нет, потому что все существует в человеческом восприятии. Если нет реакции на все произошедшее, то и чудо-то пропадает, нивелируется, уходит. То есть от нашего восприятия зависит, как бы есть так можно сказать, было чудо или нет. Действительно, если не заметили, то и чуда-то и не было. В связи с этим, с большим упреком, мудрецы относятся к царю Хискияку, во времена которого произошло чудо. В безвыгодной ситуации войско Сан-Хирива умерло под стенами Иерушалаема. 200 тысяч погибли под стенами Иерушалаема воинов Сан-Хирива. И царь поднялся на стену утром, увидел великое спасение в совершенно безнадежной ситуации. И он, говорится, что Хискиягу сказал Галель, хвалебную песнь, но не сказал Шир. Галель, Шир тоже можно перевести как песнь. Галель – это больше от разума. Шир – песнь больше от души, когда человек поднимается на пророческий уровень. Галель от разума, когда ты понимаешь, говоришь, вот Хискиягу сказал Галель, но он не вдохновился, не поднялся на пророческий уровень. И говорят, что Всевышний хотел начать с Хискиягу новое время, как мы говорим время Машеха. И он не начал, потому что Хискиягу не сказал песнь. Мне кажется, что это важный урок этого дня, седьмого дня, или два важных урока, как мы с вами подчеркнули. Первое, что любое чудо имеет свое основание, и основание – это наша вера и наш первый шаг. И второе, то, что мы должны увидеть чудо, мы должны понять чудо, и мы должны воспеть Всевышнего от всей души. Что значит «должны»? Это правильно, это естественно. Но это и прокладывает наш дальнейший путь, потому что нет дальнейшего пути без нашего осознания, без нашего осознания чуда. Можно понять царя Хискиягу, Хискиягу, во время которого во время которого были разрушены сорок восемь городов, Иуда опустошена. То единственное, что, единственный оплот, который остался, это Иерушалай. Сан-Хирив из Ашура опустошил всю страну. И когда вот Иерушалай был спасен, то Хискиягу не нашел в себе сил отблагодарить Всевышнего за чудо, потому что трагедия, катастрофа была страшной. И тем не менее есть обязанность петь за Всевышнему за чудо. В этом плане очень поучителен урок Раф Горана, главного раввина в шестидневную войну, когда на третий день шестидневной войны, как вы знаете, был штурм старого города Иерушалайма. Этот день мы празднуем, 28-го числа месяца Иара, то при штурме погибли люди. И десантники устроили травмную молитву, молитву упоминания погибших товарищей. Подошел Раф Горан и велел читать галей, велел читать хвалебную песню Хвалебную песню Всевышнему, которую читают в праздничные дни. Этим он научил нас на принципу, который вытекает из Торы и из Гемары. Если было чудо, надо хвалить Всевышнего. Надо увидеть светлую сторону и абстрагироваться от тяжелой стороны, какой бы она тяжелой и трагичной не была. За чудо надо благодарить Всевышнего. И это очень и очень важные моменты для наших дней, для нашего времени, потому что принципиальным поворотным моментом нашей современной истории является шестидневная война, которая осталась незамеченной как чудо Всевышнего, незамеченной, неоцененной. Нам, всему народу, нужно было бы пробудиться, сказать песнь, начать движение в сторону земли Израиля, начать шаги в сторону строительства храма, который храм и гора в тот момент оказалась в наших руках. Мы, к сожалению, как народ это не оценили и с нами произошло еще более нечто худшее, чем произошло с царем Чискияву. Мы просто не поняли значения этого чуда. Можно сказать и простые люди, и великие мудрецы. Мы не поняли, что Всевышний отдал нам всю землю, которая была обещана Аврааму. И наша задача как можно скорее, как можно быстрее заселить ее. Поселенческое движение началось очень медленно, очень через несколько лет после шестидневной войны только появилось осознание, понятие того, что эти территории следует заселить. То же самое можно сказать и о войне 73-го года, которая была величайшим чудом для Израиля, но воспринимается в Израиле как какая-то трагедия. Да, были павшие, погибшие, 2000 человек погибших, для Израиля тяжелый удар, тяжелая потеря, нужно найти в себе силы, увидеть чудо Всевышнего и сказать песни. Это величайший урок из 7-го дня Песоха. Каждый праздник нас учит чему-то. Мы не только смотрим в прошлое, но мы и говорим о настоящем и говорим о будущем каждый и каждый праздник. Если это выход из Египта, то мы говорим о свободе физической, духовной. Если это Ханука, мы говорим о борьбе за храм, о борьбе с захватчиками, о борьбе в основном и борьбе за храм, за построение храма, 7-й день Песоха это умение увидеть чудо. Если кому-то кажется, что это так просто, то есть целые круги, к сожалению, в еврейском народе, которые полностью отрицают чудо и образование государства, и шестидневные войны, и уж тем более войны в 73-м году. Если мы с вами мысленно откроем такую книгу на английском «Современные вопросы Галахи», то мы там увидим реакцию садмурского рэбе, к которому обратились с вопросом человек, который спасся в Интебе, как мы знаем об операции израильского десанта, произведенной в Интебе по спасению захваченных заложников. Удивительная операция, увенчавшаяся успехом, с исключительно малыми потерями, и, к сожалению, погиб командир отряда, как вы помните, брат нынешнего премьера министра Израиля. Это детали о том, что я хотел упомянуть вопрос, который был задан галахически. Каждый человек, который попал на то место, где с ним произошло чудо, должен произнести благословение. Так нас учит трактат «Брахот», в конце трактата «Брахот», целая глава посвящена этим моментам, благословению, которое человек произносит, когда он попал на то место, где произошло с ним чудо. Он говорит «Благословение Всевышнего, который сделал для меня чудо на этом месте». Так вот, вопрос был спасшийся в Интебе, если они попадут в Интебе. Может быть, это вопрос теоретический, на тот момент, по крайней мере, уж точно он был теоретический, на камину в то время в Уганду никто не собирался ехать. Ну, допустим, должен человек, попавший на то место, где он был в Интебе, и спасенный оттуда, должен ли он сказать благословение, ответ саттмарского рэббе, что это не чудо, потому что через нерелигиозных людей не делается чудо. То есть, определение, которое он дал, если человек нерелигиозный, то это не может считаться чудом. То есть, печальное совершенно отношение к действительности, которое нас тормозит, и мы понимаем, в свете всего сказано, насколько оно проблематично, вот такое отношение к событиям, происходящим вокруг нас, к войнам Израиля, за которые нам следовало бы сказать всевышнему высокую песню благодарности, насколько такое отношение к событиям, оно проблематичнее. это как бы важное замечание в скобках, скобки у меня получились очень большие, но надеюсь, что вы меня извините еще раз, это важный урок седьмого дня Песоха, нужно увидеть чудо и нужно облагодарить Всевышнего, особенно, если это чудо связано со всем народом. Теперь, значит, есть проблема, возвращаемся к той проблеме, которая связана с седьмым днем, из-за недопонимания, проблема нереальная, а проблема, связанная с неполным, неверным прочтением Гемары, проблема такого плана, что мы не читаем полностью, не читаем полный Галлиэль, все шесть дней Песоха, первый день читаем полный Галлиэль, дальше мы не читаем полный Галлиэль, вот это указание на то, что есть какая-то якобы неполнота в празднике, какая неполнота, египтяне утонули в море, и мы сожалеем о том, что утонули египтяне в море, это просто совершенно неверное, неестественное, неверное в смысле прочтения Гемары и неестественное, по-моему, для человеческой души дело, сожалеть о том, что враги погибли в море. Давайте посмотрим, как к этому относится Гемара, но предварительно с вами заглянем в книгу Ефискеэля в 27-28 главу, и еще, может быть, покажется странным, посмотрим достижения египтян. Итак, я делаю вот к Натану просьба обычная включить разрешение для демонстрации экрана, чтобы я мог выставить и тексты, и иллюстрации. Натан, ты меня слышишь? Да, конечно, сейчас, секунду. Да, спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо большое-большое. Совместное использование экрана. Мы ищем то, что нам нужно. Так, 27-я глава, я так понимаю, да, немножко мы просто познакомимся с текстом, да, 27-я глава из пророка Ихискеиля. И было слово Бога ко мне, чтобы сказать, ты, сын человека, подними плач от цори. Мы видим, что пророк плачет о разрушении города Цора. он предсказывает его. Цор был разрушен через 13 лет после разрушения Иерушалайма, да, и пророк предсказывает несчастье всех тех народов, которые либо предали сыновей Израиля и не пришли на помощь вопреки договору во время войны с Новохубницаром, либо радовались падению Иерушалайма. Иерушалайма Цора один из таких городов, где радовались падению Иерушалайма, и Иерушалайма говорит, Иерушалайм говорит, как пророку подними плач от цори. И скажи цору, стоящему у гаваней морских, доставляющему товары народов на острова многочисленные. Так сказал Бог всесильный цор, ты сказал, я вобрал в себя красоту мира. Слова дальше на самом деле удивительные и неожиданные. Вместо проклятий городу, в котором радовались о падении Иерушалайма, Иерушалайм был конкурентом Цора, торговым центром, который конкурировал с портом в Цоре, мировым таким портом в Цоре. Вместо того, чтобы выскорить проклятие, пророк восхищается красотой Цор. Цор, я вобрал в себя, так Цор мог бы сказать, я вобрал красоту мира. Сердце моря границам твои, строители твои сделали совершенной красоту твою, и кипарисов земли снир сделал для тебя все доски твои, кедры из Ливанона взяли, чтобы сделать мачту твою, здесь пророк сравнивает поэтически, сравнивает Цор, который стоял на острове и которому приставали все корабли, торговавшие в Средиземном море, на побережье Средиземного моря, он сравнивает его с кораблем, описывает красивый корабль древнего времени, вот, из дубов башарно сделаны весла твои, ткань на и узорчатый из Египта была парусами, двоими, мы представляем себе поэтическое описание города, как корабля, который отправляется в дальнее плавание, да, это 27-я глава примерно тоже описывается в 28-й главе, да, и было слово Бога ко мне, чтобы сказать, сын человека, скажи правителю Цора, так сказал Бог Всесильный, вот, возгордилось сердце твое и сказал-то я Бог, но здесь упрекают царя Цора за гордыню, да, вот, а дальше, вместо того, чтобы обрушить на него проклятие, из-за того, что он объявил себя божеством и построил, построил дворец, который мог бы казаться и землею, и небом, да, то есть, такой дворец, который, как бы, если так можно сказать, конкурировал со Всевышним по мудрости устройства, вращающимся в нем звездам, светилам, и так далее, да, и царь Цора выломил себя божеством, да, но вместо этого, вместо проклятия, восхищения его мудростью, мудростью царя Цора, мудростью своей, пониманию своей, скопил ты себе богатство и собрал золото из серебра в сахтробичах своих, великой мудростью своей и так далее, да, то есть, восхищение его мудростью, да, и только потом, да, и только потом говорится о наказании за то, что царь Цора объявил себя божеством, и дальше опять сын человека подними плач от Цори и скажи ему, так сказал Бог Всесильный, Бог, ты не дал осуществиться плану, в котором полнота мудрости и совершенство красоты оказывается у Всевышнего с Цором были связаны какие-то планы преобразования мира, Цор должен был быть совершенством мудрости и красоты, да, и в Эдене саду Бога пребывал ты, то есть, потенциал, который был у царя Цора, чуть ли не как у Адама, первого человека, он похож на первого человека, который мог бы пребывать в саду Бога в Эдене, вот, и ты, Керу, высокий, прикрывающий крыльями своими, как чек Союза, предок царя Цора, Цора Хирама, участвовал, помогал Союз Шламо в изготовлении храма, и его мастера проявили удивительное искусство, и они создали также и деревянных Керу, из драгоценного дерева, создали деревянных Керу, которых Шламо поставил, Керу, ангелов, которые Шламо поставил в святая святых, так, чтобы они прикрывали своими крыльями ковчег Союза, который внесли и поставили под ними, и вот пророк уговорится, сравни царя Цора с ангелом, вот, потом говорится, возгорделось сердце твое, красотой твоей, то есть здесь хирам как собирательный образ, можно говорить о том хираме, который помогал царю Шламо, можно говорить о его потомках, это неважно, тут как бы собирательный образ, да, мы понимаем, что в Цоре были и мастера искусные, и мореплаватели искусные, и ремесленники, изготавлявшие и оружие, и ткани, и само по себе управление городом, и торговля со всем побережьем Средиземного моря была, как бы сегодня сказали, была сложнейшей логистикой, да, то есть и Всевышний говорит пророку Ихискелю плач о Цоре, о Цоре, враге Ирушалаема, которым радовались разрушению Ирушалаема, о Цоре, который будет разрушен за то, что в нем радовались разрушению Ирушалаема, плакать о Цоре, да, загадка, загадка, но я думаю, что мы уже чувствуем ее, чувствуем ее разгадку, да, давайте представим себе, давайте представим себе, прежде чем мы погрузимся в Гемару, да, и попытаемся найти ответ на вопрос, в чем же, как бы, какой-то недостаток наших праздничных дней, которые вот идут и подходят к седьмому дню Песоха, когда утонули египтяне, что уже там эта грусть какая-то наша, да, надо понять, надо пытаться понять, вот первое, то, что мы представили, очень интересно, Всевышний плачет о Цоре, плачет о злодеях, которые привели к гибели Ирушалаема, подтолкнули его на бунт против Невухудной Цары, и предали, Всевышний плачет о его красоте, о мудрости его царя, о многовековой культуре Цора. Я понимаю, что вы и без меня прекрасно знаете о Древнем Египте, но давайте просто на одну секунду представим себе достижение Древнего Египта, да, это достижение Древнего Египта, это развитая письменность, пускай это иероглифы, пускай это значки, но без письменности, какой бы то ни было, как мы знаем, невозможно управление, невозможно управление государством, и Египет, которая представляла собой страну, вытянувшуюся вдоль Нила, вдоль почти всего Нила, Верхний Египет, Нижний Египет, там была развита письменность, там была развита, как мы можем представить себе легко, математика, геометрия, без измерения площадей, без которой невозможно было бы строительство пирамид, там была, в Египте была развита в Египте была развита оригация, то есть оригационные каналы, пруды, системы, поднимавшие воду иногда на большую высоту, все это было в Египте, Египет, как я напомню вам, египтизов обрели колесо и использовали его очень широко, не только как колеса колесниц, но и использовали и на аригационных системах. Величайшее искусство требовалось для того, чтобы построить пирамиды, сведя к шпицу, к острому шпицу всю эту постройку. Как можем представить себе корабли и мореплаватели были в Египте, знавшие, как ориентироваться по звездам и знавшие вождение кораблей и искусство кораблестроителей было развито в Египте. Это регуляционная система. Можем представить себе известные каналы, которые отходили от Нила, наполнялись водой в период разливов Нила. Это потребовало большого человеческого труда и большого человеческого искусства. если кто-то себе представляет, то сегодня Дельта Нила это в основном заболоченные места. Так же, как и территория древнего Вавилона, так же превратилась в заболоченные места, после того, как древние каналы прекратили свое существование. Осушение заболоченных местностей, создание каналов было большим искусством. земледелия в древнем Египте умели выводить сорта пшеницы, и Египет славился тем, что он не разрешал выводить или требовало специальное разрешение для того, чтобы вывозить новые сорта пшеницы, которые были выводны в Египте. Также и животных, селекция животных была развита в Египте, и также требовало специальное разрешение, чтобы вывозить новые выведенные сорта из Египта. Врачи, медицина, операции, которые производили врачи, мы представляем себе обычно, что и как в Торе говорится, что врачи занимались бальзавированием мумий, но оказывается, что это не единственное дело врачей, которые были в Египте, они проводили операции, и операции на глаз, и трепанацию черепа, и так далее, медицина была развита в Египте, то есть мы представляем себе древнюю страну, надо говорить о многочисленных рабах, о жестоком обращении к рабам, о неверных представлениях, о, скажем, высшей силе, которые были в Египте, которым поклонялись практически всему, что движется, но разговор сейчас не об этом, разговор о той, скажем, по крайней мере, внешней прекрасной стране, развитой в техническом отношении, удивительно развитом техническом отношении, которую создали египтяне. Представив этот момент себе, я надеюсь, вспомнив как-то, мы можем с вами обратиться к тем, можем обратиться с вами к тем листам гемары, которые я предполагал с вами посмотреть. К сожалению, я не успел перевести это на русский, но в этом, может быть, есть и некоторое преимущество, если мы с вами, так сказать, онлайн прочитаем это и переведем на русский язык. Напоминаю, что наша проблема, напоминаю, что наша проблема, проблема такого морального плана, хорошо ли радоваться гибели злодеев. Скажем, в общем-то, это естественное чувство радоваться гибели злодеев, потому что человек ощущает, что в мире все-таки торжествует какая-то справедливость, что у мира есть хозяин, который все-таки воздает злодеям за те издевательства, которые мы от них претерпели, затея издевательства, которые издевательства, от них претерпели. То есть это не только грубые чувства, что как хорошо, что злодею плохо, а еще он терпит мучения. Нет, речь совершенно не об этом грубом чувстве. Речь идет совершенно не об этом грубом чувстве. Максим Горький сказал, что одно из свойств раба, что раб может бесконечно долго терпеть издевательства, но когда ему удается захватить власть, он также бесконечно долго издевается над другими. Не обязательно над своими хозяевами, над другими он издевается. Это ужасное чувство. Ужасное чувство свойство раба сделать кому-то то, что делали тебе из какого-то животного инстинкта. Но мы не говорим об этом. Мы говорим о чувстве, которое возникает у человека, ощущение того, что в мире есть хозяин. Слава Богу, в мире есть хозяин. Это одно. Второе злодейство ушло из мира, мир стал лучше, мир стал чище. Почему же не возрадоваться гибели злодеев? Мы видим, что Гемара не протестует против этого. Не протестует против этого. Она вносит какой-то дополнительный аспект, какой-то дополнительный момент, заставляет нас подумать еще о чем-то, но она совершенно не дает такую посылку, которой, к сожалению, многие пользуются, что вот мы огорчились гибели египетян, которые преследовали нас, которые хотели убить нас, искрошить просто стариков, женщин, детей, и вдруг они погибли, и нам жалко, что они погибли. Нет, совсем не так. Давайте посмотрим Гемару, это предварительно снова, давайте посмотрим Гемару. Мы с вами находимся в данный момент в Талмуд Бавлиф, в Вавилонском Талмуде, в трактате Нагила, который рассказывает о празднике Пурим, о свитке Истер, и здесь на десятом листе, на второй его стороне, говорится «Баяк ашер саз гашем алейхем лейтиф и тхем», и приводятся слова из Торы, из Снегидворин, и говорится нам, что и будет, как радовался Всевышний, делая вам добро, так возрадуется некоторый момент здесь используется форма не он возрадуется, а он даст радоваться другим, ясис, так называемая форма ифи, которая называется колузативным действием, не саз радуется, а ясис, он будет радовать, будет радовать кого-то, когда причинит вам зло, или когда с вами случится дурное, не Всевышний, не Всевышний радуется наказанию нашему, да, или наказанию тех злодеев, которые есть среди сыновей Израиля, а он радует других, дает радоваться другим, и тут обращают нашего внимания и говорят, а разве, то есть речь идет не обо всем народе, а о тех злодеях, которые есть в народе, когда они падают, то Всевышний дает радоваться другим, тут демара как бы не понимает, упускает этот момент, что это каузативная форма и спрашивает уми хады как адж бау гу дэвэ фалтам шэна рэ шаим разве радуется Всевышний падению злодеев, разве он радуется полы не у злодеев, да, а ведь написано, да, разве радуется падению злодеев, да, и у нас вопрос, ставится вопрос, несколько так, как бы, несколько с неверным прочтением текста, умышленным неверным прочтением текста, ставится вопрос, радуется ли Всевышний падению злодеев, и говорится так, а вот ведь написано, когда выходят, когда выходят перед передовым отрядом, говорят, да, благодарите Всевышнего, ибо ибо вечно его милость, да, ситуация такова, да, есть левиты, которые играют на музыкальных инструментах, они выходят в сражение перед передовым отрядом, и они поют песни, песни, прославляя Всевышнего за ту победу, которую он дарует, потому что есть уверенность во Всевышнем, есть уверенность в том, что он дарует победу, какую песню они говорят, они говорят, благодарите Всевышнего, его милость навеки, и Равиа Ханан, в продолжении на том же везде, он подчеркивает, подчеркивает, развивает тему и подчеркивает, почему не сказано, почему не сказано, ибо он благо Всевышний, и говорится, что он, в этой песне говорится, что он благо, да, то есть продолжение того псалма, который говорят, любите, это благодарите Всевышнего, потому что навеки милость его, потому что он благо, почему они это не говорят, Равиа Ханан говорит, потому что Всевышний, потому что Всевышний не радуется падению злодеев, не радуется падению злодеев, Всевышний не радуется падению злодеев, И продолжает Равья Хана, что сказано, что написано, что говорится так, что просили ангелы, хотели ангелы сказать песнь, речь идет о гибели египтян на море, и ангелы, может быть, заранее немножко, они знают, что произойдет, и они уже ночью к утру готовы сказать песнь Всевышнего за гибель египтян. Сказал им Всевышний, дело рук моих тонет в море, а вы будете говорить песнь? Раби Ильазар поясняет. Он сам не радуется, но он дает радоваться другим. И вот мы тут приходим к этому уточнению, потому что написано, он дает радоваться другим падению злодеев, но не радуется сам. Но не радуется сам. Вот, как бы, скажем, мы с вами получили такую формальную схему, в которой внутри есть и года, рассказывающую о том, что происходило на небесах, перед тем, как египтяне утонули, мы можем считать, что уже утонули, ангелы видят как бы будущий момент, приказание небес, которое сходит с небес, и оно уже исполнилось, ангелы видят этот момент, да, и мы можем представить себе, о чем идет речь. Легко можем представить, о чем идет речь, да. Люди, к сожалению, читающие формально, они забывают о том, что здесь, что написано, не понимают то, что написано. Всевышний не радуется, да, но он радует других. И действительно, мы в Торе, у нас в Торе есть песня, которую мы говорим, в общем-то, каждый день. И Шулхана Ру говорит, что ее надо говорить стоя, как песня победы. Это песня на море, да, и тогда обоспел Маше, да, и поднял всевышний всадник и коня, и бросил их, и бросил их в море, да. Вот это песня, когда погибли египтяне, да. Так как же можно сказать, как же можно сказать, что нам не следует радоваться полностью, гибли египтян, нужно как-то сдержать свои чувства и так далее, да. Нужно принять что-то во внимание, это да, да. И нам не случайно, как бы, есть взгляд снизу, и есть взгляд сверху. Причем взгляд сверху Всевышнего настолько высокий, как бы далекий и глубокий, что даже ангелы не обладают таким взглядом, да. Они, они видят, египтяне гибли на море, чудо такое, восторжествовало справедливость, поработители, негодяи, которые издевались над людьми, калечили их, они погибли, а рабы оказались спасенными, удостоились великого чуда, поднялись на пророческий уровень, и за это ангелы готовы сказать песню Всевышнего, и вдруг он их осаждает, говорит им, секунду, да, дела моих рук гибнут в море, а вы хотите сказать песнь, и отсюда как бы, и отсюда вытекает, или это является пояснением той посылки, которую вычеркнули наши мудрецы, что Всевышний может радовать гибели злодеев других, но сам он не радуется, да, и мы легко с вами раскрываем эту загадку, да, что как бы взгляд сверху и взгляд снизу, взгляд Всевышнего сверху, он такой, да, он смотрит на, смотрит на этот народ, Египет, да, всю его мощь, развитие техническое, красоту, сколько же человеческой мысли, сколько человеческой мысли, сколько человеческого стремления в красоте было вложено в этот Египет, да, и в этот Египет, и это происходило, и это Египет развивался не один день, он развивался две тысячи лет, постепенно, шаг за шагом, сколько усилий, сколько упорства человеческого было вложено в это, и вдруг все это ухнуло в один момент, Египет перестал существовать как идея, как великая держава, да, все, Египет в одну секунду, он утонул на море, говорится, что Всевышний, прежде чем утопить египтян, он сбросил ангела Египта, говорится, что прежде чем какой-то народ падает, упадает его ангел, падает его идея, и мы понимаем, да, что Всевышний видит мир, он видит тот потенциал, он видит не только то, что есть, он видит то, что могло бы быть. Царь Хирам мог бы быть как ангел, подобный ангелу, который стоит в храме, царь Хирам мог бы быть подобен Адаму, который гуляет в саду и дым, у него были для этого все возможности, он не стал. Он стал его поклонником, который объявил себя божеством, который радовался падению Иерушалаима, города, в котором божественное присутствие, только потому что Иерушалаим является его торговым конкурентом. И жаль, жаль весь этот потенциал, жаль весь этот огромный потенциал, который ухнул, грубо говоря, куда-то, да, Всевышнему жаль. Но есть взгляд, как бы, есть взгляд сверху, есть взгляд снизу. Ну, ангелы, ладно, но сыновья Израиля, почему же они не должны радоваться тому чуду, которое сделал для них Всевышний, избавлению от египтян. Вся эта мощь египтян, они не видят и не представляют, и не обязаны вот сейчас задуматься, когда они переходят через море, о том, каков должен был Египет быть, что он должен был дать всему человечеству, какую мудрость и какую мораль должен был дать Египет всему человечеству. Они должны думать об этом. Они видят врагов, от которых они избавились, от которых избавил их Всевышний, сделал для них чудо естественное, правильное, настоящее, с точки зрения души человека и с точки зрения Торы, требования Торы воздать хвалу Всевышнему за то, что мир, за то, что не только за то, что он избавил нас от злодеев, но и за то, что злодеи утонули в море, и мир стал чище, мир стал лучше. Он продвинулся на миллион шагов вперед, когда древний Египет со всеми его идеями рабства, он погиб. И поэтому посылка-то очень простая. Посылка очень простая. Если мы помним, если мы сожалеем о гибели египтян, то только как бы глядя сверху глазами Всевышнего, жаль, что Египет не достиг, не поднялся на высокую ступень морали при своем техническом развитии. Жаль. Но не воздать хвалу от всей души Всевышнему за то, что он спас нас, и за то, что погибли злодеи, это как-то совсем неправильно. И дальше Раби Абба переносит это на тему трактата Амгела, на тему истории с Фуримом, он говорит, да, ну, конечно, как же не радоваться, да, Аман погиб. Мы что же не будем радоваться гибели злодеев? Конечно, будем радоваться гибели злодеев. Вот Всевышний пусть смотрит и думает, какой потенциал погиб, какой потенциал ушел из мира, но мы-то будем радоваться гибели злодея и будем воздавать хвалу Всевышнего от всего сердца за то, что Он избавил нас от Амана. Это первый момент, который я хотел с вами разобрать. Я сейчас остановлюсь, остановлю демонстрацию. Пожалуйста, если есть вопросы и технического порядка, и по существу, пожалуйста, я попытаюсь ответить. Я смотрю, пока что у нас делается в чате. Пожалуйста, если кто-то что хочет спросить, пожалуйста, спрашивайте. Розаев, можно такой вопрос, пожалуйста? Часто думаю, Египет посетил крах, но идея рабства из мира не ушла. Почему она все-таки осталась? Почему с выходом из рабства египетского нельзя было забыть про это вообще? Вы совершенно правы. Здесь есть два момента. Давайте посмотрим, прежде всего, на еврейский народ. Мы знаем, что рабство, по крайней мере, такое, как было в Египте для сыновей Израиля, было запрещено. Как это описано в главе Мишпатим, книги Шмот, что делать рабу то, что делали рабу египтяне, категорически запрещено. И речь идет не только о тяжелой работе, речь идет об унижении человеческого достоинства. Например, рабу-мужчину нельзя заставить делать женскую работу, которая не привык, которая не свойственна для него. Женщину нельзя заставить делать мужскую работу. Нельзя раба заставить работать днем и ночью. Или днем, или ночью. Дальше. Рабу нельзя сказать, копай здесь, пока я не приду. Запрет Торн. Сказать рабу, копай здесь, пока я не приду. То есть давать рабу бессмысленную работу только для того, чтобы занять его время, также запрещено Торе. Мы видим, что Тора не отменила рабство как бы для сыновей Израила, но ввела такие законы, которые фактически они нивелируют рабство, они превращают раба в гражданина, практически полноправного гражданина, потому что раб должен быть, раб не еврей, я говорю, он должен быть обрезан и на нем лежат обязанности не нарушать запреты Торы и он принимает еду, участие в еде пасхальной жертвы и Трамп. То есть фактически гражданин может быть не скоучивленный в правах, но гражданин. Сыновья Израиля, как мы с вами знаем, к великому сожалению, нарушали многие законы Торы, закон о рабстве фактически не нарушался ни в одну эпоху. Даже в эпоху Ирода, когда была фактически чужая власть, мы с вами представляем, можем представить эпоху Ирода, я напоминаю, что Ирод правил с 39-го года до этой эры, по 4-й год этой эры, был великим строителем, колоссальные сооружения, перед которыми влекнут даже египетские пирамиды. И когда мы с вами сегодня приходим в старый город, Ирушалаем, бываем в Кейсарии, Ируша, будем говорить про Иршалай, это делалось свободными людьми, делалось свободными людьми, не рабами, а свободными людьми. Они передастрили камни, они их укладывали, они их обтачивали, это делали свободные люди. О том, есть свидетельство Иосифа Тлабия, и в более разной, в ранней эпохе, скажем, эпоху царя Хиския, у нас есть также свидетельство, что колоссальные сооружения, технические, которые он производил, это делали свободные люди. Так что в среде сыновей Израиля рабство было фактически уничтожено. То древнее рабство, о котором мы о нем говорим, в первую очередь, оно было уничтожено, уничтожено не только на уровне физической работы, но и на уровне неуважения к человеку, принадлежения к человеческим достоинствам. Было уничтожено фактически. И теперь, если говорить обо всем мире, безусловно, влияние Торы, влияние наших праотцов на весь мир и влияние еврейского народа на весь мир, оно, безусловно, существует. Только оно протекает, скажем, протекает очень медленно. Очень медленное влияние. Смотрите, значит, скажем, Абраам, сколько времени заняло? Чуть ли не четыре тысячи лет, чтобы его учения о едином Боге, о том, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, распространилось во всем мире. Сколько заняло лет, чтобы Тора, даже в искаженном его виде, распространилось в мире, как христианство, когда десять заповедей, основные принципы Торы, по крайней мере, теоретически, были положены в основу жизни. И это запустило и дальнейшие процессы в новой истории, в новейшей истории. Безусловно, здесь во всем есть влияние Торы и постоянный вектор к равноправию, к уважению к человеческой жизни, если вспомнить французскую революцию, равенство, братство. Это те основы, которые были заложены во французской революции. И, безусловно, скажем, современный мир, который стремится к равенству, к равноправию. Здесь, безусловно, есть влияние Торы. Можем вспомнить, что еще в 1952 году в ООН обсуждалась проблема, обсуждалась проблема рабства, которое к тому времени не было еще ижито из мира. Да и сегодня, скажем, проблема рабства в таких странах, как Таиланд и Китай, и особенно детского рабства, рабского труда, эта проблема не ижита полностью. Но, если бы не исход из Египта, если бы не объявление Всевышнего, я Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, если бы не этот принцип, если бы не сами чудеса исхода, то, как мы и говорили с вами в Пасхальной Акоте, не было никаких бы возможностей изменить мир, сломать его, вот эту рабскую психологию, психологию рабов и господ, и господ, которые фактически сами тоже являются, по своей психологии, являются рабами. Не было бы возможности сломать эту психологию совершенно, как мы с вами в Пасхальной Акоте и говорим, что Всевышний вывел нас рабами, мы были у фараона, и Всевышний сильной рукой нас вывел из рабства, а если бы он нас не вывел, то и мы, и наши дети, и дети детей наших были бы рабами. И это действительно так, потому что сломать психологию мира невозможно. Невозможно рабскую психологию мира и ее сломать невозможно. Рабство связано, рабство связано с идолопоклонством, можно как бы увидеть связь, и вот сломать и идолопоклонство, как бы переломить его, не полностью даже истребить, но и переломить, и сломать рабство было бы невозможно, если бы исход не исход из Египта. В завершении вот тех процессов, как бы, да, понятно, что еще предстоит большая работа, и в основном, как бы, на Востоке, который остается несколько закрытым, не совсем понятным, и не совсем затронутым влиянием Тори. Там предстоит большая работа, я не говорю о миссионерской работе, ни в коем случае, я бы сказал, работа Всевышнего, как бы, работа таких исторических процессов, вот, работа Всевышнего, которая полностью преобразует мир. Вот, и хорошо. Розеев, но, по-моему, Торай требует освободить раба через 7 лет? Это, скажем, я не думал говорить подробно о законах рабства, но, если вы спрашиваете, то есть два вида раба, которых сразу разделяется в главе Мишпатима, это раб еврей и раб не еврей. До сих пор мы говорили про раба не еврея, для раба не еврея нету срока, пока не отпустит его хозяин, он не становится свободным человеком. В скобках можно заметить, что, как только раб получает освободительное письмо от хозяина, по воле хозяина, когда он захочет, когда он зачтет нужным, по своим соображениям, как только раб получает освободительное письмо, он становится полноправным членом обществу, ему не нужно гиеву проходить. Он тут же становится евреем. Раба от еврея отличает только то, что у него есть хозяин. В момент вручения ему освободительного письма он становится полноправным членом общества и на него ложится соблюдение всех заповедей. Но срока у раба нет никакого. Мы знаем, что если человек нанес повреждения телесные рабу не еврею, он обязан его отпустить на свободу. Это подробности, детали, которые не являются темой нашего урока. Также ограничение рабства на 6 лет и на 7 год. Раб должен выйти на свободу, должен быть отпущен на свободу и отпущен так, чтобы он мог жить дальше, организовать свою жизнь. То есть ему дают монах, ему дают какое-то выходное пособие очень существенное. Это относится к рабу еврею. Раб еврей, как мы с вами понимаем, опять же, если не вдаваться в подробности, он мог попасть в рабство только за кражу, когда он не мог вернуть стоимость украденного. То есть за, как мы говорили в Советском Союзе, за хищение в особо крупных размерах, когда он не может выплатить, тогда его продавали в рабство. В рабство его продавали через суд, через Сангидрин, как многие хорошо знают, и ни в коем случае не тому человеку, которого он украл, а продавали его одному из людей, обязательно отличающимся праведностью. И он находился у него на положении раба в течение шести лет, на седьмой должен был уже выходить из рабства. Вот это как бы коротко. И естественно, что будучи рабом, будучи в положении раба, будучи в положении раба за воровство, он оставался евреем, и запрет его бить, унижать, относился к нему так же, как и к любому другому еврею. Это как бы коротко о законах раба. Опять же, можем подчеркнуть, что Тора, оставляя понятие рабства, оно фактически, как де-факто, оно аннулирует это рабство, оно совершенно не похоже на то, что было в древнем мире, особенно то, что было в Египте. Вот я слышал, что появление такого понятия, как деньги, современный мир тоже обязан Египту, так ли это? Я небольшой специалист, то, что я знаю из пророков и с такой научной точки зрения изучения пророков, деньги, как монеты, входят в мир в период, мы находим, встречаем первый раз их в период возвращения из Вавилонского плена. До этого деньги заменяют слитки, нету печатных монет, а есть слитки, большие, малые куски серебра, куски золота, которые используются в качестве денег и определяются по весу, определяется их стоимость. Печатные монеты появляется в период, период возвращения из Вавилона, первый раз мы находим намек в пророке Хагая, Хагая и пророке этого периода, намек на деньги. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами, очень часто бывает так, что мы отвлекаемся на детали, мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами уловили главную мысль, как бы и на ней сосредоточились. То есть, скажем так, главная мысль, я еще раз подчеркиваю, что жаль те потенциалы, которые есть в мире, которые уходят не в ту сторону, скажем, в морально-нравственном плане уходят не в ту сторону, должны быть уничтожаются Всевышним. Когда Всевышний уничтожает эти потенциалы, он жалеет. Когда человек освобождается от беды и когда он видит кипец злодеев, то у него есть прямая обязанность сказать благодарность Всевышнему. Взгляд сверху, с небеса, взгляд снизу. И мне бы хотелось, чтобы мы поняли с вами идею эту и вы поняли, насколько она важна. Вот так вот, как бы ограничивать себя в радости. Да, нужно помнить, что в мире есть, что у народов мира есть колоссальные потенциалы, которые уходят не в ту сторону, очень часто, по крайней мере. Но ограничивать себя в радости Всевышнему в момент спасения, в момент победы над злодеями, над армиями арабов в 67-м году, над армиями арабов в 73-м году. Это совершенно две разные войны, как бы нам было бы сказать, две разные песни. Вот, на этом скобках, но ограничивать себя в радости, давить эту радость себе ни в коем случае, даже в том случае, когда есть потери, не дай бог, когда есть ущерб, есть трагедии, надо найти в себе силы, увидеть чудо и сказать петь Всевышнему. Поэтому эта главная мысль, очень важная для нас в нашей современной жизни, представляется, что, в общем-то, это главная проблема еврейского народа. То, что мы не поняли те чудеса, которые сделал для нас Всевышний, особенно не поняли принципиальное чудо 67-го года, чудо, сравнимое с теми, которые описаны в томате. Мы его не поняли, не сумели как бы развить его и, прежде всего, не сумели сказать благодарность Всевышнему и двигаться дальше. Вот мы, как весь народ, мы это чудо упустили. Все знамя Израиля должны были бы подняться, приехать в землю Израиля, заселять землю, которую дал нам Всевышний, строить храм. Все должны были бы, да. Мы еле-еле поняли, да, через несколько лет, 5-6-7 лет, мы поняли, что эти территории смогут заселить, что Всевышний их дал нам, да. Да, включая мудрецов Торы. Это относится ко всему народу. Еле-еле сообразили. Я не говорю о том, что храм Моя Гора была передана в руки арабов. А как же, в согласии религиозных авторитетов, подавляющего большинства религиозных авторитетов, единственный, кто противостоял этому действию, это был тот же самый Рава Горана, о котором мы с вами говорили, что Мо Горан, Светлой Памяти, которого, слава Богу, мне удалось застать, видеть, разговаривать с ним, вот главный рабин армии Израиля, все остальные, просто поняли, что это какая-то обуза, которой мы не знаем, что с ней делать, что надо сплавить арабам как можно быстрее. Вот это было общее отношение, скажем, да, и поэтому я бы, это важно то, что вы спрашиваете, скажем, там, законы, законы рабства и так далее. Это очень-очень важно, да, я бы хотел, чтобы мы уловили с вами эту основную мысль, этот основной урок седьмого дня, седьмого дня Песах, да. Есть? Мы это с вами представим. Что-то хочется еще спросить? Так. Есть ли вопросов? Нет, я постараюсь с вами сделать еще один интересный шаг. Хотел бы сделать его тоже по тексту Гемары, да, вот я включаю демонстрацию. Попробуем, может быть, у нас получится, хотя у нас остается не так много времени, посмотрим, может быть, нам удастся сделать этот важный шаг. Скажем. Мы попадаем с вами, мы попадаем с вами, может быть, в сугию, в отрывах Гемары, которую мы с вами более-менее как-то представляем или говорили, они несколько раз, по крайней мере, с некоторыми из вас мы обсуждали, но, тем не менее, скажем, да, тут сколько раз не читаешь, всегда высвечиваются новые аспекты. И сейчас мы попробуем представить себе с вами в том аспекте, в котором мы говорили, вот эту субью отрывок из Гемары. Мы с вами находимся в трактате Сангедрин на 98-м листе, на второй его стороне, да, в Цадихет Амудбет. И здесь Ула, мудрец, мудрец конца 3-го, начала 4-го века, может быть, правильнее сказать, конца 3-го века все-таки, да. Ула, мудрец земли Израиля, который часто совершал переходы из Бавеля в Тверию и служил таким связующим моментом между школами мудрецов Бавеля и земли Израиля, да, он вдруг, как бы, заявляет такую вещь. Я, 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 те, было Ахимейни. Пусть он придет, но пусть я не увижу его. Речь идет о, речь идет о, речь идет о Машиахе, да, и трудно, трудно тут сказать, это конкретный человек или это процессы, то есть можно даже с уверенностью сказать на самом деле, что речь идет не о конкретном человеке, а о процессе освобождения сыновей Израиля, возвращения к земле Израиля, освобождения от власти народов мира после последнего, после последнего изнания. Иулла почему-то говорит, пусть он придет, но я не увижу его. Нужно представить себе, что мудрецы здесь говорят о конкретном приходе, как бы, наступлении нового времени, которое происходит обычным, так сказать, материальным путем без каких-то особых чудес, когда чувствуются божественные процессы, но открытых чудес не происходит. В том же трактате Сангидрин говорится, что есть два пути прихода Машиаха, об этом говорит Раби Ашуа бен Леви, он говорит, что есть картины, которые даются в книге Даниэля, и там есть спаситель, который приходит с утренними облаками, то есть он как бы плывет на утренних облаках, может быть, можно так себе представить. И есть в книге Схария, когда говорится о Ниберахе в Альхамор, это бедный, который едет на осле. Это другой вариант прихода Машиаха. Мальбим нам поясняет, что речь ни в коем случае не идет в реальной картине. Пророки в подавляющем большинстве случаев дают не какой-то рисунок, зарисовку будущего, а дают указания на процессы. Поэтому он доказывает Мальбим из того же текста Схария, что осел в данном случае – это материя, хамор – это осел, хомер – это материя, и осел намекает на материю. И бедный, то есть не имеющий сил, скажем, делать чудеса, творить чудеса – это спаситель еврейского народа, который совершенно не обязательно должен быть каким-то конкретным человеком, а просто это процессы, которые постепенно приводят к освобождению еврейского народа без видимых чудес. Итак, две картины. Одна картина, если народ удостоится, это с утренними облаками. Чудесным образом чудеса происходят, возвращаясь в землю и землю. Если не удостоится, то потихоньку обычным путем, когда скрыты пути Всевышнего, скрыты от глаза за обычными, так сказать, материальными процессами. И здесь, конечно, идет речь о втором варианте. Ула говорит, пусть придет, но пусть я не увижу его. Странно, странно, ужасно странно. В машинах придет, там, скажем, или освобождение еврейского народа придет, но я не хочу даже до этого времени, говорит Ула. Так же сказал и раба, пусть придет. И только, чтобы я не увидел его, раб Юсеф сказал, пусть придет, и я удостоюсь сидеть в тени горы навоза, который навалит этот осел. Я согласен. Сидеть в тени от навоза, который навалит этот осел. Раб Юсеф намекает на что? На то, что, скажем, да, когда гора навоза возникает, когда осел устанавливается. Он говорит, даже если процесс освобождения еврейского народа остановится, и будет, и будет большая, большая, будет неприятный запах от этого, да, то есть процессы будут не очень-то, не очень-то приятными, я готов только бы увидеть начало освобождения еврейского народа, да. Вот последующее поколение мудрецов, абаи, да, он спрашивает у своего товарища Ураба, да, он спрашивает у Раба, он спрашивает, да, почему же так сказали мудрецы, что они не хотят видеть приход Машеха, даже материальным путем, все освобождение народа, великая идея, в общем, уже они не хотят делать, да. Если сказать, что приход Машеха сопровождается муками, мучениями, испытаниями, тяжелыми событиями, да, но ведь сказано, Рабель Азар сказал, да, если говорить конкретно о мудрецах, они говорят о себе лично, я не хочу видеть, так если говорить конкретно о мудрецах, Рабель Азар сказал, да, что должен сделать человек, чтобы спастись от мук, которые будут в период Машеха, пусть он занимает, что он должен сделать, пусть занимается Торой, да, и пусть занимается добрыми делами, пусть занимается милостью, оказывает милость, и все, он спастется от тех мук, которые будут в период прихода Машеха. Вот, если мудрецы говорят лично о себе, да, так что можно сказать, у них есть и Тора, у них есть и добрые дела, почему же так, почему же Ула говорит, что он не хочет увидеть, да, вот, почему Раба говорит, что он не хочет увидеть приход Машеха, что это такое, да, и здесь есть потрясающий момент, потрясающий ответ, да, ответил ему, да, ответил Раба, ответил Абай, да, есть такое правило, шема и гром вахет, может быть, может быть, грех станет причиной, да, есть обещание Всевышнего, что изучение Торы и Гмелунт Хасадим добрые дела спасут от любых неприятностей в момент прихода Машеха, никогда ни один из праведников не полагался полностью на обещание. Берут пример с Якова, которому было обещано, что Всевышний будет хранить его, а он боялся и тревожился, особенно перед встречей с Исавом. Как же, если было обещание Всевышнего, что он будет хранить его, почему же он тревожился перед встречей с Исавом? Может быть, шема и гром вахет, может быть, есть грех, который повлиял. Что значит грех повлиял? Как мы знаем, хорошие обещания Всевышнего никогда не отменяются. Плохие могут угрозы отмениться, если человек раскается, а хорошие обещания никогда не отменяются. Но, может быть, есть грех, который как бы заставит это обещание поблекнуть, сделать его не таким ярким, свести его к какому-то минимуму. Обещание исполнится, но не столь ярко, как хотел Всевышний, как он обещал изначально. Всевышний и гром вахет, может быть, грех повлияет. Как учили, как учили продолжаемую Гемару, как говорится в песне, пока, вот, тут доказывается история, не будем углубляться в эти моменты, мы просто скажем, что исход из Бабеля должен был быть таким же чудесным, должен был быть таким же чудесным, как исход из Египта, да, на крыльях орла чудеса, на пустыне цветет и все, но этого не было. Да, но этого не было. Почему, да, вот, говорится, да, говорится так, достоин был еврейский народ, чтобы для них были сделаны чудеса. При приходе второй раз, при возвращении из Бабеля, как при возвращении из Египта, как при приходе из Египта, да. Но что? Гарамахет. Грех. Грех привел к тому, что не было такого исхода. В трактате Йома, здесь надо было, наверное, у меня вас выписать на девятом листе, говорится, что за грех. Если бы сыновья Израиля, говорят мудрецы так, если бы сыновья Израиля поднялись стеной из Бабеля все вместе, как-то, когда только предоставилась возможность в 370 году, когда пал Бабель и бацариус, и персидский царь Корыш, разрешивший возвращаться, если бы поднялись стеною, то произошли бы чудеса, как при исходе из Египта. Чудеса произошли. Стеною не поднялись. Чудеса все равно произошли. Но какие чудеса? Они очень такие блеклые были. Пустыня не зацвела. Никто не перенес на крыльях орла. Чудо было таким вскрытым, когда все-таки удалось вернуться, удалось возродить страну. Но открытого чуда не было. Почему? Потому что не поднялись стеною. Реш Лакиш на 9 листе там говорит, что он с ненавистью относится к мудрецам, которые до сих пор живут в Бабеле. Он говорит им, из-за вас, да, из-за вас божественное присутствие не вернулось. Из-за вас не произошли чудеса при возвращении из Бабеля. Вот. Дальше мы, и это мы, я надеюсь, с вами, надеюсь, с вами поняли, вот что приход Машиеха естественным путем может быть очень непростым. И даже мудрецы не надеются, что они избавятся от трудностей, неприятностей в момент прихода Машиеха. Прихода Машиеха мы говорим условно, потому что все происходит естественным путем. Они говорят, ох, не хотел бы я жить в это время. Пусть он придет, конечно, это избавление должно прийти, это положительный момент. Но я бы не хотел. Почему? Ты же мудрец тоже, у тебя много заслуг. Кто знает? Кто знает, какой есть грех, который может эти заслуги свести почти к нулю. Может, не совсем, но почти к нулю. И никакой особой такой защиты свыше не будет. Так же сказал и Раби Йоханан. Раби Йоханан, современный Кула, который живет в Твери. Напоминаю, основатель школы, из которой вышел Иерусалимский Талмуд, живет в Твери. Он говорит так же. Раби Йоханан, мечтавший о будущем, о наступлении будущего, видевший будущее избавление сыновей Израиля, он говорит, пусть придет, но я бы не хотел это видеть. И спрашивает, ну Раби Йоханан, так почему? Ну кто-то другой, но он, который постоянно говорил, который постоянно говорил об избавлении сыновей Израиля, почему он так говорит? Я просто хочу что-то пропустить. Есть моменты интересные, но, наверное, все равно нужно пропустить, чтобы вас не запутать. Раб папа говорит. Так говорят люди. Он объясняет Раби Йоханана. Так говорят люди. Был бык у хозяина. Он подхал на быке. Бык упал. Вык упал. Сломал ногу, наверное, как можем предположить. Упал бык. И он взял вместо него коня и пашет на коне. И он взял его в стойло, в хорошее животное, на котором пашут, он его держит в хорошем стойле. Теперь, когда выздоровел бык, хозяину жалко вывезти коня. Это проблема Раби Йоханана в этой притче. Что за притча? Понятно, что за притча? Понятно, что за притча. Он, Раби Йохананан, говорит так же. Сыновья Израиля, как бык, рабочие животные, хозяин Всевышний. Вот, значит, мы работаем на него, должны вспахивать его поле, прокладывать борозду, все хорошо, замечательно. А не получилось, не справились, споткнулись, упали. Всевышний взял другой народ. Не то, что он избрал его, не то, что он нас куда-то выбросил и лишил избранности, нет. Но пока человечеству нужно продвигаться куда-то вперед. И если сыновья Израиля не сумели распространить идеи Торы среди всех народов, то, может быть, это каким-то косвенным путем. Может быть, знания среди народов распространятся через науку, через научные знания, может быть, через общественные науки, может быть, через то же христианство, к сожалению, которое, скажем, искаженно несет идеи Торы, но оно все-таки несет их. Всевышнему нужен, нужно какое-то, нужно какая-то тягловая сила, чтобы продвигать мир вперед. И вот бык уже выстрелил. Он хочет начать работать на Всевышнего. Уже все готово для того, чтобы началось новое время. И оно не начинается. Почему? Потому что Всевышнему как бы жалко отбросить те потенциалы, которые есть у народов мира, которые до сих пор продвигали мир. И вот как бы трудно поменять одно животное на другое. Одну тягловую силу на другую силу трудно поменять. Для этого нужно усилие большое. И вот уже все готово, чтобы сыновья Израиля не вступили как, скажем, грубо говоря, как тягловая сила Всевышнего, которая будет тянуть весь мир вперед. Все готово для этого. Всевышний не начинает это время. Жалко выбросить те потенциалы. Работа еще не закончилась. Еще конь продолжает есть вкусную пищу в стойле и пахать на хозяина. И это то, что огорчало Равио Ханана. Он не мог себе это представить. Ни мучения, ни страдания. Его больше волновал этот момент, что еврейский народ уже готов к тому, чтобы взять на себя ответственность за весь мир. И никак не получается. Никак в раздеправлений не переходит к нему. Ужасно тяжело видеть. И, скажем, что Тору, идею Торы, заменяют другие идеи. Уже могли бы они уступить место, отойти на задний план. И Тора могла бы выйти на первый план. И все никак не получается. Равио Хананан сказал так. Ула сказал, представил, что осел остановится, и будет неприятный запах от кучи навоза. В любом случае, процесс прихода Машеха очень непростой. Очень непростой, потому что возвращение сновей Израиля, скажем, как народа, возвращение на политическую арену, а народ, он имеет политическое влияние, возвращение на политическую арену, очень-очень непростое. Не происходит как бы щелчком так. Раз, одно отбросили, а другое сразу ввели. По тем или иным причинам. И это перекликается, как бы, может быть, не напрямую. Может быть, мы здесь не... Не нужно было бы говорить о седьмом дне Песоха, и нужно было бы рассмотреть эту проблему отдельно. Но, в принципе, это перекликается с той проблемой, о которой мы с вами говорили. У народов мира есть огромный потенциал, есть огромный потенциал, и всевышнему жалко это выбросить, этот потенциал просто на помойку. Жалко. И, как бы, по крайней мере, так нам видится, человеческими глазами. И с этим связано некоторое торможение такое, которое видно, что оно, как бы, я бы сказал, что все это, весь этот рассказ относится непосредственно к нашему времени. Здесь я останавливаюсь и, опять же, жду ваших вопросов. Пожалуйста. Равзеев, можно спросить? Да, пожалуйста. Григорий из Москвы. Хотел спросить. Мы все-таки начали с вопроса, почему не читается полный халель. Да. Ведь сказано, что каждый человек должен себя представлять так, как будто бы это он вышел из Египта. И вот если мы себя поставим мысленно на место вот наших предков, которые оттуда вышли, то мне, например, было бы не только радостно, мне было бы еще и страшно в тот момент, страшно перед будущим. Вот. Может быть, вот именно в этой двойственности чувств причина того, что не читается полный халель. Ну, да, вот я вот хотел бы сказать, такое предположение. Да, тут, скажем, то, что вы говорите, может быть, действительно правильно. Я хотел с вами пройти по Гемаре, по тем проблемам, которые поднимают мудрецы. И здесь, может быть, есть определенная моя вина. Я не сказал, не сказал то, что как в Гемаре рассматривается проблема. В Гемаре проблема то, что не читают полный халель. Она совершенно не связывается с гибелью египтян или с какими-то такими проблемами. Дело в том, что в праздник Суккот, когда все дни читают полный халель, халель связывается, халель напоминает о праздничном жертвоприношении. И в Суккот каждый день обновлялась жертва, то есть она была иной. Как мы помним, сначала приносилось 13 быков, и потом шло и убывало до 7 быков. Каждый день праздника. Это то, что было в Суккоте. Каждый день было иное жертвоприношение. В связи с этим связан полный халель, как бы новое жертвоприношение, новые идеи читают полный халель во время жертвоприношения. В Песах приносят одну и ту же жертву на протяжении всех 7 дней. И это то, что говорит Гемара, что не читают, поэтому не читают полный халель в Песах. И как раз идея о том, что полный халель не читают из-за того, что погибли египтяне, эта идея ошибочна. Это то, что я хотел как бы донести до вас. Дальше то, что вы говорите, это замечательно и прекрасно. Каждый человек должен видеть себя выше, чем из Египта. То есть постараться пережить этот момент исхода. Но я бы здесь сказал, что было ли страшно сыновьям Израиля, не знаю. Не знаю, как бы, как я себе представляю, что чувство восторга, оно преобладало, потому что было раскрытие божественного присутствия. Раскрытие божественного присутствия, раскрытие Бога человеку, оно всегда и успокаивает душу, и вселяет в нее радость, и поднимает человека на новый уровень. Человек находится фактически на пророческом уровне, когда он видит столб облака, который идет перед ним днем, и огонь, столб огня, который идет за ним, перед ним ночью, и он идет за этим столбом огня, то он находится, конечно, в возвышенном состоянии, в состоянии восторга. Он идет, как Всевышний говорит, нес их на крыльях орла. И на крыльях орла, и в том смысле, что и препятствия устранялись на дороге, и в том смысле, что душа находилась в возвышенном состоянии. Конечно, были моменты смятения, и моменты смятения, когда появились египтяне, но это смятение было преодолено, были и вопросы веры, когда спросили, есть ли Бог среди нас или нет Его. Безусловно, такие моменты были. Но глобально мы представляем себе, что сыновья Израиля вышли из Египта для чего? Для того, чтобы говорить со Всевышним. Они шли к горе Синай. И когда прошли к горе Синай, Маше сказал, что он будет разговаривать со Всевышним и им передать слова Всевышнего, они не согласились. У них было стремление, колоссальное стремление ко Всевышнему, колоссальное стремление говорить с ним. И то, что вы говорите, это правильно, но я думаю, что все-таки превалирующим чувством была радость и радость освобождения от рабства. И, может быть, даже прежде всего радость, такое стремление ко Всевышнему, который обещал с ними говорить на 50-й день после исхода. И не случайно говорится, что сыновья Израиля подошли к горе Синай, говорит свой хан Израиль, встал на стоянку Израиль. И Раша отвечает, что почему сказано Израиль? Потому что как один человек, говорит Раша, с одним сердцем, то есть с одним желанием. Каким желанием? Говорить со Всевышним, говорить с Богом. Это стремление человека ко Всевышнему, которое в большой степени, по крайней мере, если не полностью, то в большой степени убирает страх и восторг охватывает человека. Я бы так представил в себе вот их состояние. Совершенно правильно говорить, абсолютно. Просто вопрос совершенно правильный и верный, и постановка вопроса верная. Но мне представляется, что все-таки чувство восторга, оно было превалирующим. Спасибо. Равзиев, это напомнило мне о том, что было в Советском Союзе, когда евреи, которые хотели вернуться в свою землю, они внутри уже были свободны, и это окрыляло, несмотря на то, что они были в изоляции и боролись за свою свободу. То есть они внутри прежде всего стали свободными, несмотря на то, что хранится. Очень, точно. Очень интересная посылка, очень-очень интересная посылка, то, что вы говорите, Таня. И я бы сказал здесь так, что, скажем, если говорить о своих о своих друзьях, то Йосеф Менделевич, как вы помните, «Самолетное дело», он 11 лет просидел в тюрьме, он говорит, что самым свободным человеком я был в тюрьме. Мне не очень нравится это его высказывание, но я его понимаю очень хорошо. То есть это то, что вы говорите, что и в тюрьме человек, который борется, у которого есть мечта, он может быть свободным, гораздо более свободным, чем человеком, который находится на свободе и который потерял все ориентиры, не знает, что ему делать, забыл о своей цели существования. Я с этим согласен. Но нужно учесть, что один из основных споров у грецов Гемарии, который прослеживается и в пасхальной Агаде, это спор о том, что является главной свободой. Свобода духовная или свобода, ну, скажем, физическая, иными словами, свобода, которую человек, отдельный человек, может нести в душе, или свобода народа, что является главным. Есть мудрецы, которые не признают, что человек может быть просто в душе свободным, и все. Они считают, что это не так, что в изгнании такая свобода, она утрачивается, и только борьба за свободу народа, борьба за свободу народа, она может сохранить и внутреннюю свободу в душе человека. То есть просто сидеть над книгами, что это достойное занятие, и стараться быть привязанным мыслью ко Всевышнему, и вспоминать об исходе из Египта и чудесах, но многие считают, что это еще не та свобода, так нельзя сохранить свободу. Это один из основных споров в Гемаре, который мы с вами, опять же, находим его отражение в Агаде. Правда, она лежит всегда где-то посередине. Когда в Талмуде есть спор, то правда лежит где-то посередине. И действительно, если мы пытаемся себе представить себе, что человек, который просто ушел в себя, как бы ушел куда-то, ушел в мистику, ушел в соблюдение личных заповедей, как бы глубоко-глубоко в себя, это далеко не идеал Торы. Есть как бы мечта о свободе народа и реальное движение, какие-то действия, движение для освобождения всего народа и возвращение на землю, они совершенно необходимы для того, чтобы сохранить и внутреннюю свободу. Вот представляется, что где-то правда она лежит так посередине. В скобках, опять же, можно сказать, что, скажем, движение за, или, грубо говоря, сионистское движение, движение за возвращение на родину в Советском Союзе не прекращалось никогда, если брать, скажем, с 1917 года и дальше, постоянно были сионистские организации, людей ссылали в Сибирь, расстреливали, но сионистское движение не прекращалось, и в разные периоды у него были свои лидеры у сионистского движения, были сионисты явные, были сионисты менее явные, но вот это вот стремление, линия борьбы за возвращение, она никогда не прекращалась, и, скажем, то, что выпало на мою долю, вот там, скажем, где-то 70-е, вторая половина 70-х годов и 80-е годы, я могу себя видеть только как частью, как частью этой борьбы, как не прекращающейся линии, вот тех, кто были до меня, скажем, вот я захватил какой-то период, ни в коем случае, никак грипп вырос где-то сам по себе, а эта линия борьбы была совершенно не прекращающаяся, она как бы неотъемлемая, неотъемлемая часть свободы, без этой борьбы, мне кажется, вот как мы можем себе представить Багимаре, очень проблематично себе представить и сохранение внутренней свободы. То же самое можно сказать и о Египте. У нас есть много агадот о том, что отличало сыновей Израиля в Египте. Мы как-то, может быть, с вами разбирали этот момент. Я хочу только, в ментесенцию сказать, сыновей Израиля в Египте отличало одно. Всех принципиально отличало только одно. Это стремление вернуться в землю Израиля. О чем свидетельствует книга Шмот, первая глава, где фараон говорит о сыновях Израиля, что если будет такая ситуация, когда будет война, они встанут, поднимутся и уйдут. Это сыновья Израиля, которые прижились в Египте, которые рассыпались по всему Египту, похожи на египтяных, трудно отличить египтян. Фараон знает, что при первой же возможности они встанут и уйдут в Израиле. Это как бы то стремление, которое, скажем, необходимо хранить в душе, стремление и бороться за свободу, так сказать, физическую, за возвращение для того, чтобы сохранить и внутреннюю свободу. Какие здесь пропорции, это уже у каждого свое индивидуальное. Просто одно без другого представляется, что оно не существует. И тот же самый Юсеп Менделевич, он говорит, я в тюрьме был свободным человеком. Это потому, что он хранил надежду, потому что он боролся за возвращением всего народа и хранил в их тюрьме надежду, когда подобраться до земли Израиля. На противном случае трудно представить себе. Так, я вижу здесь вопрос. Таня, мне удалось выразить мысль свою как-то? Да, я с вами согласна, что, ну, я имела в виду, что внутреннее освобождение от рабства, оно это как начало пути. Замечательно, замечательно. Я понимаю, что вопросы очень сложные, и вам трудно выразить вопросы, мне трудно полностью ответить. Надеюсь, что мы эту тему еще поднимем. Теперь, вот есть здесь вопрос от вас же, Таня, в книге Иремия, вы говорите о страшном наказании за то, что Ибрею передумали и снова поработили своих братьев, которых сперва отпустили на свободу. И это правильно, да? Это вы правильно говорите, да? Вот, но опять же, речь, эти рабы, которые были у сыновей Израиля, да, они не были не были такими же рабами, как в Египте. Просто хозяева, они не освободили рабов. Что значит, они не освободили рабов? Эти рабы не были в цепях. Они могли встать и уйти от своих хозяев. Их никто не держал в заперти, под замком, в подвале. Освободить рабов, это значит, было обеспечить их жизнь на свободе, дать им достаточно средств, чтобы обеспечить их жизнь на свободе. И в этом было преступление, что удерживали людей у себя, под самыми разными предлогами, удерживали людей у себя в то время, когда уже надо было бы их по закону освободить. Не давали им выходного пособия, не создавали им условия, чтобы они могли снова стать свободными людьми и удерживали их за долги. Скажем, за долги также человек мог попасть в рабство. Если он взял долги в каком-то по мерном размере и не выплатил их, он также мог попасть в рабство через суд. Трудно сказать, какая там была ситуация, но в любом случае это не было такое же не было такое же рабство, как в Египте, и никто их не мог, этих рабов, никто их не мог удержать силой. Просто в силу обстоятельств они были вынуждены оставаться у хозяев, потому что работали у них за кусок хлеба, и никто не заботился, чтобы создать им условия, чтобы они смогли работать сами. Это то, что можно сказать. И это замечательно, что вы соотноситесь с книгами пророков, но это требовало как бы подробного изучения. Может быть, когда-нибудь дойдем до этого места. Что-то просто поразило когда-то этот факт. Но я понимаю, что это как бы новый, более утонченный вид несвободы, как бы новый тест, как ценить чужую свободу. Да, тут и может быть, и может быть, я тоже не готов, как бы сейчас не до конца этот момент продуман. Нужно было бы продумать, а что в принципе считать, что в принципе считать рабством. То есть идея Торы в том, чтобы человек мог работать сам, не на кого-то, мог работать сам. И нужно было бы представить и попробовать представить определение рабства и где они его рамки, скажем, этого рабства. Это я попробую как-то продумать. Вот я на данный момент даже не готов сейчас ответить, как бы на вот так вот дать какое-то определение рабства. Но в любом случае, ни в коем случае не идет речь о людях, которые сидят на цепи, в подвале, получают кусок хлеба и там какую-то миску воды. Ни в коем случае об этом речь не идет. Окей. Хорошо. Ладно. Спасибо, Равзею, потому что свобода, она же во всем. И в понимании, как познавать Всевышнего и его проявления. Ну да. Свобода мысли – это величайшее дело. Часто свобода мысли преследуется, как мы знаем, но от него никогда нельзя отказываться. Свобода в постижении, в анализе, она обязательно должна присутствовать. Хорошо. Ладно. Давайте мы с вами пока закончим. Мы тогда, надеюсь, что встретимся с вами уже после праздника. И очень мне бы хотелось, чтобы вот этот основной момент, связанный с седьмым днем, обязанность видеть чудо Всевышнего, мы с вами как-то усвоили. Ладно. Всего самого доброго. Натан, мы, в принципе, закупились.